Валерий Владимирович, уважаемые члены комитета, приглашенные, благодарю за предоставленную возможность выразить в этой аудитории консолидированное решение. Валерий Владимирович, уважаемые члены комитета, приглашенные, благодарю за предоставленную возможность выразить в этой аудитории консолидированное решение. Я хотел бы задать несколько вопросов разработчикам проекта постановления, которые мы сегодня обсуждаем. Во-первых, почему при его разработке не учитывалось общественное мнение и позиция правозащитных институтов? Почему именно сейчас, когда прогнозируется экономический спад и снижение материального благополучия населения, нужно форсированно вносить изменения в перечень? Ведь я полагаю очевидным, что предлагаемые изменения неизбежным образом затронут самые незащищенные слои населения, людей, которые уже почувствовали на себе рост тарифов, рост цен на продукты, лекарства, товары первой необходимости. И я могу сказать, что ощущаю за своей спиной сейчас семьи с детьми всех 475 населенных пунктов Тульской области, которые по предложению Министерства финансов России должны быть вычеркнуты из вышеобозначенного перечня. А ведь это и молодые семьи, которые принимали решение рожать детей, в том числе рассчитывая на незыблемость государственных гарантий. Это 11 тысяч мам, которые получают пособие по уходу за ребенком, и они сейчас объединены одной болью и переживаниями о здоровье и благополучии своих детей. И могу сказать, что в Тульской области понятие Чернобыль имеет весьма осязаемую форму, и получателями различных мер социальной поддержки на нашей территории является 45 439 детей, а это треть детского населения региона. И, конечно, отмена денежной компенсации за питание в детских учреждениях, компенсации за питание в молочной кухне, самое главное, это отмена пособия по уходу за ребенком в двойном размере, неизбежно скажется на качестве жизни семей, а самое главное, наверное, на способности семей обеспечить своим детям достойный уровень жизни. И я думаю, что никто не сможет сейчас сказать, сколько семей в 14 регионах смогут справиться с ситуацией, а кто не сможет и не перешагнет за черту неблагополучия. Но видится, что Министерство финансов не очень волнует эти последствия, потому что они естественным образом лягут на плечи губернаторов, глав муниципалитетов, депутатского корпуса. Потому что возникает вопрос, как мы можем сейчас не думать о том, что снижение уровня материальной обеспеченности такого количества семей неизбежно вызовет социальное напряжение, если не сказать взрыв, неизбежно отразится на психоэмоциональном фоне в этих семьях, ну и, наверное, подорвет доверие к власти в целом. Не могу не сказать, что на территории Тульской области в должном объеме не производились радиационные замеры, а самое главное, не проводился мониторинг состояния здоровья жителей, которые могли бы позволить нам адекватно оценить последствия, в том числе осроченные. И хочу обратить ваше внимание, что в проекте постановления предполагается при изменении статуса территории сохранить гарантии, например, детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей. Ну, например, в Щукинском районе Тульской области, который входит в загрязненную зону, 20 детей страдают заболеваниями крови, 426 эндокринными заболеваниями, 1050 заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 408 генными заболеваниями или врожденными аномалиями. 22 ребенка с синдромом Дауна. Но кто и по каким критериям сможет сказать, какие из этих детей заболели вследствие чернобыльской катастрофы, а кто по другим причинам. И кто сможет утверждать, что самопроизвольные аборты или выкидыши, которые в прошлом году в том же Щукинском районе пережили 111 женщин, не являются последствием чернобыльского воздействия. Или что репродуктивная система 19 женщин, страдающих бесплодием на той же территории, также не подверглась радиационному воздействию. Боюсь, я не получу ответы на эти вопросы, и поэтому, выражая мнение в том числе и коллег из других субъектов, и, конечно же, выражая настроение семей с детьми, я бы предложила разработчикам проекта постановления взять время на его доработку, на мониторинг, изучение ситуации, на изучение общественного мнения, на обсуждение возможности поэтапного изменения подхода к социальной защите граждан, пострадавших от чернобыльской аварии. И в обязательном порядке предлагаю вовлекать в эту работу регионы. И если вернуться к посланию президента, то он сказал, что наше развитие зависит от нас самих. И, уважаемые коллеги, я бы хотела всех призвать, сделать все возможное для того, чтобы мы в это непростое экономическое время смогли сохранить уровень и качество жизни более полумиллиона наших сограждан. Спасибо. Спасибо за вашу точку зрения. Сергей Алексеевич Халитонов, представитель Тульской областной думы. Добрый день, уважаемый Валерий Владимирович, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу поблагодарить вас за возможность выступить сегодня на заседании Комитета Совета Федерации и высказать позицию Тульской областной думы. Депутаты крайне негативно восприняли информацию о готовящихся изменениях, тем более, что первую реакцию на проект постановления правительства России от жителей тех территорий, которые исключаются из перечня, мы получили очень быстро. Это была очень эмоциональная и острая реакция. И мы понимаем, почему. Ведь 188 тысяч наших земляков в случае принятия постановления в одной части лишается чернобыльских льгот. Это почти треть от общего числа льготополучателей, проживающих на радиационно загрязненных территориях в Тульском регионе. В ноябре 2014 года Тульская областная дума направила обращение в Совет Федерации, Государственную думу и правительство Российской Федерации. Мы высказали и свои опасения, и свои предложения. И сегодня хочу еще раз заявить о позиции думы Тульской. С нашей точки зрения проект постановления правительства явно недостаточно проработан. Перечень населенных пунктов в Тульской области, вошедших в проект постановления правительства, не соответствует официальным данным Росгидромета о радиоактивном загрязнении территории и результатам дополнительных инструментальных исследований профильного НПВТ-фунта. В этом перечне нет целого ряда населенных пунктов, уровень загрязнений, в которых превышает допустимые величины. Так, например, населенный пункт Истина Арсеньевского района, населенный пункт Ровенский Белевского района и другие. Кроме того, допущено множество неточностей в названиях. А вы же понимаете, что в будущем при оформлении льгот сегодняшняя спешка и небрежность обернутся массовой проблемой для простых людей. Итак, что же мы предлагаем? Во-первых, считать проект постановления правительства Российской Федерации о сокращении перечня требующим дополнительного обсуждения и детальной проработки, в том числе с учетом тех факторов, о которых я упоминал в своем выступлении. Во-вторых, необходимо признать, что сегодня рядовые жители крайне мало информированы о положении дел. Программы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы реализуются на протяжении многих лет. Но вот каковы их конкретные результаты, насколько они позволили нормализовать радиационную обстановку, насколько способствовали снижению негативных социально-экономических исследований аварии, граждане не знают. Третье. Необходимо установить переходный период не менее чем до 2020 года, в течение которого меры социальной поддержки граждан, проживающих на радиационно-загрязненных территориях, будут сохранены. А вот новым заявителям, начиная с 2015 года, льготы назначаться не будут. В связи с этим мы просим пересмотреть параметры бюджета на 2015 год, обеспечив финансирование выплат всем гражданам, которые сегодня имеют на них право. Уважаемые коллеги, сегодня сотни тысяч людей, проживающих в зараженных радиацией областях России, обеспокоены, поскольку не знают, сохранятся ли те льготы, которые они получают. Это неопределенность способствует нагнетанию негативных ожиданий. А если учесть и без того непростую финансово-экономическую ситуацию в стране, думаю, что люди не будут готовы молча принять перемены в своей жизни. Все мы в сложившейся ситуации должны проявить мудрость и ответственность. 30 лет даже при современном уровне технологии не срок для того, чтобы можно было поставить точку в истории Чернобыльской катастрофы. Да и чисто психологически нельзя сравнивать льготы выплаты лицам, пострадавшим от традиционной катастрофы, с другими льготными выплатами, так как в этом случае граждане каждый день, каждый час несут на себя нагрузку той проблемы, к формированию которой не имеет никакого отношения. Спасибо за внимание. Сергей Алексеевич, а что, были митинги уже? Нет, не допустили. Ну, выходили. Выходили. Льготы были, да. Да, были. Были. Валерий Валерьевич, понятно. Александр Тимурович Даниилян, заместитель начальника управления, реализации программ и контроля эффективности бюджетных расходов МЧС России. Если можно, Александр Тимурович, без детализации, связанной со спецификой вашей работы в точке не следования. Если можно, вот с ответами на вопросы, которые тревожат регионы. Хорошо. Уважаемый Валерий Владимирович, уважаемая Юлия Владимировна, уважаемые члены Совета Федерации, приглашенные лица. Значит, МЧС России, как вы знаете, является ответственным исполнителем постановления правительства Российской Федерации в части пересмотра перечня населенных пунктов. Значит, попутно отвечая на некоторые из поставленных вопросов, хочу отметить следующее. Первое, значит, расчеты, которые берет МЧС России, оно берет на основании официальных данных Росгидромета. Это раз. Тут никаких наших предложений нет. Второй вопрос, который, опять-таки, к сожалению, председатель Росгидромета нет, в части неточности населенных пунктов и прочего. За это у нас отвечает Росстат, в соответствии с Акатой и так далее. То есть они тоже осуществляют некую проверку. Теперь, что касается вообще этой работы по пересмотру перечня населенных пунктов. МЧС России неоднократно заявлял о том, что у нас пересмотр перечня является социально значимым событием. Он затронет права, законы и интересы более полумиллиона человек. И в связи с этим, значит, предлагались различные способы плавного поэтапного перевода зоны радиоактивного загрязнения в зоны чистой в соответствии с традиционной обстановкой. МЧС России в рамках подготовки проекта постановления, утверждающего новую редакцию перечня, совместно заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, был подготовлен изначально проект перечня, который предусматривал перевод из зоны радиоактивного загрязнения населенных пунктов в соответствии с текущей радиоактивной обстановкой. Ну, например, ряд населенных пунктов в Брянской области, как было отмечено, переводили с зоны с меньшим уровнем, а также исключение населенных пунктов, которые не соответствуют требованиям, то есть там плотное загрязнение меня на лукерино-квадратных километров по ЦЕС-937. Указанный перечень был согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Росгидрометом, Минэкономразвития и Роспотребнадзором, и Минздравом. Значит, однако, с учетом позиций Минфина России и Минтруда России о необходимости пересмотра перечень только на основании данных о рационной обстановке он был отклонен. Доработанный перечень, учитывающий только состояние рационной обстановки без учета социально-экономических обстоятельств, без учета каких-то медицинских показаний, каких-то отдаленных последствий радиоактивного воздействия, уже не учитывалось. То есть в настоящий момент указанный второй перечень, и первый, и второй перечень, вы с ним можете ознакомиться на сайте Regulation.gov.ru, они оба прошли общественное обсуждение по первому перечню, имеющему более мягкий вариант, значит, каких-либо замечаний не было. По второму, как все отмечали высшие докладчики, значит, у нас имело место большое количество обращений граждан их общественных объединений. Марина Павловна Шевелева появилась у нас в Минздрав. Я так понимаю, что ее не будет. Но, тем не менее, Министерство взрывоохранения было тем министерством, которое приостановило рассмотрение этого проекта, проекта постановления. Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы науки Министерства финансов Российской Федерации Светлана Антоновна. Уважаемые участники совещания, значит, хотелось бы отметить следующее, что Министерство финансов является органом, который организует исполнение бюджета в соответствии с бюджетным законодательством. Поэтому, что касается, значит, данного перечня, уже выступал предыдущий коллега, это как раз он является ответственным исполнителем данной государственной программы. Поэтому, при формировании бюджета на 2015-2017 годы в рамках поручения президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу определения основных подходов к формированию налоговой бюджетной политики на 2015-2017 годы было поручено обеспечить пересмотр перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения. С учетом того, что необоснованно сохраняется статус зоны радиоактивного загрязнения, привез, с одной стороны, к тому, что к нам не приходят инвесторы, но на эти территории не создаются новые рабочие места, и все-таки рождаются ежедневнические настроения у граждан, так как все-таки принцип социальной справедливости должен соблюдаться. Нет, там не 50 рублей, я назвала цифры специальные, это 35 миллиардов рублей, это не 50 рублей. И поэтому затягивание вопроса по решению о пересмотре перечня населенных пунктов приводит, конечно, к нарушению норм закона и пораживает мнение о необязательности его исполнения. Поэтому, если мы хотим что-то изменить, необходимо у менять действующее законодательство. И в рамках действующего законодательства тогда и будет формироваться ассигнование федерального бюджета. Поэтому надо еще отметить, что это полномочия федерации, никак не субъекта, и поэтому в случае непринятия данного нормативно-правого акта, конечно же, полномочия по исполнению ложатся на Российскую Федерацию. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Светлана Антоновна, вы очень интересный делаете вывод, он действительно такой понятный, из которого следует, что вообще губернаторы должны выстроиться в очередь в МЧС для того, чтобы снять с зон вот это вот обременение последствиями с тем, чтобы эти зоны вошли в систему активного экономического использования. Но они же не стоят в очереди. Значит, все-таки обстановка в этих районах, в этих поселках не такая, чтобы, так сказать, главным критерием было все-таки вовлечение их в какой-то хозяйственный оборот, а все-таки проблемы там немножко другого характера. Поэтому по мониторингу, исходя из позиции, которая сложится вот с данным постановлением, будет понятно, ясно. И через изменения в бюджет мы вполне реально сможем нести данную поправку. Если это будет необходимо, опять же. То есть реального постановления не выпущено, то есть реально нормативный правовой документ не вышел, средства в бюджете изменены без закона, не в отсутствии закона, а счетная палата этот вариант как оценивает? Вы так же высказываете. Спасибо. Валерий Владимирович. Потому что мы, в общем-то, слуги закона и тут должны следовать. Естественно, да. Мы по вашему обращению, по вашему поручению тщательно проработали, подготовили достаточно такой объемный материал. Но я думаю, нет необходимости его зачитывать. Потому что, во-первых, судя по обсуждению, глубоко в теме. А что касается позиции счетной палаты, то мы также выражаем озабоченность, что с одной стороны переданные полномочиям Ментруду сегодня из-за того объема финансовых ресурсов, которые заложены в бюджете, могут привести к риску неисполнения публичных нормативных обязательств. Это вообще исключено. Ну как это исключено? Исключено. Уже много лет ни одно публичное обязательство не было не выполнено. Поэтому даже в случае вот этой ситуации, которая может сложиться с недостатком средств, это будет все восполнено через изменения в бюджет. Поэтому ПНО это обязательство Российской Федерации. Понятно. Хорошо, то есть вы решили как министерство за нас, за законодателя и счетную палату решить этот вопрос. Мы только можем приветствовать, что вы оперативно решите, но все-таки нам бы хотелось быть участниками этих процессов. Да нет, но ПНО Российская Федерация отвечает за это. Ну понятно, но мы это вроде тоже... А у вас дети есть? Даже внучки. Две. Ну это ж хорошо. Не живут в Чернобыльской, Слушайте, ну я думаю, что мы не рассматриваем мы личный вопрос, а рассматриваем вообще в целом ситуацию. Вы знаете, всегда нужно рассматривать через перспективу, через призму своего личного участия и проживания, понимаете? Потому что до тех пор, пока вы будете относиться к этим подходам с точки зрения бухгалтерских подходов, потому что у вас подход именно такой, вы бухгалтерский отдел, по сути, то так и будет происходить. Вы посмотрите, в какой атмосфере принималась, была попытка принятия постановления правительства. Первое. Значит, вы вносите проект закона в Государственную Думу по разграничению полномочий между федерацией и субъектами. И, не объясняя коллегам депутатов всю полноту принятия решений, принимаете закон, по которому с 1 января 2015 года обязанность по выплате части чернобыльских льгот переходит на субъекты Российской Федерации через получение соответствующей субъекта из бюджета Российской Федерации. Параллельно вы принимаете федеральный закон о бюджете на 2015 год, которым закладываете сокращенные объемы финансирования этих обязательств. Кроме этого, соответственно, ни один министр, ни один федеральный министр не подписал проект постановления правительства о сокращении чернобыльских территорий. По все подписи сайта заместителей. Кроме того, министерство, которое было, ну, скажем так, выступало за ченщиком, ну, или, скажем так, за инициатором этого постановления правительства, говорит о том, что выносили они как раз постановление с меньшим количеством населенных пунктов. То есть, понимаете, кроме того, в 2012 году правительство рассматривало этот вопрос и решение не было принято. А ведь первичное постановление правительства говорит о том, что вы можете возвращаться к этой процедуре только раз в 5 лет. Поэтому, если вы в 2012 году не приняли решение, возвращайтесь в 2017 году, через 5 лет. Почему вы снова вернулись в 2014 году к этому вопросу. Поэтому, мне кажется, когда вы принимаете подобного рода решения, ну, во-первых, ни одного губернатора не спросили. Вот ко мне, с Силуановым, я неоднократно обсуждал эти вопросы и скажу вам честно, думаю, что с Силуановым, конечно, неплохо бы, так сказать, поработать в кресле губернатора и разъяснить людям позицию губернатора, у которого 200 тысяч начисления по вашему проекту постановления теряют те льготы, которые они получали на протяжении 27 лет. Ну, и последнее, что я хотел бы тоже дополнить, коллеги, если вы посмотрите на карту, то Орловская, Рязанская, Калужская и в большей мере Тульская область из полутора, ну, Рибианская, безусловно, да, но в большей мере Тульская область, это 670 тысяч из миллиона 560 получателей в год проживают на территории Тульской области. Это та область, которая на себя приняла удар. Потому что именно на территории этих областей было принято решение, облако, которое шло в 86-м году на Москву, было принято решение осаживать. И были вызваны осадки. За счет этого получилась такая степень поражения и загряжнения. И мы с вами говорим не о тех территориях, на которых действительно уровень радиационного загряжнения стал меньше. Мы говорим о накопленном ущербе. Вы посмотрите, это исконно русские территории Центрального Федерального округа. Мы все минусуем по демографии. По итогам 2014 года, несмотря на колоссальные меры, которые принимаются и федеральным правительством, и правительством региона, мы все равно 10,5 тысяч человек потеряли. У нас смертность больше 25 тысяч и рождаемость чуть больше 15 тысяч. И хочу сказать, в 96-м году убыль населения составляла 35 тысяч человек. За 25 лет Тульская область потеряла 500 тысяч человек. 500. Если на 89-й год по переписи было 2 миллиона 40, сейчас 1 миллион 540. О чем вы говорите? Хотите отнять у нищего населения вот эти крохи, у этих беременных женщин, и у женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, ну, получите себе не шахтеров, получите гораздо более жесткую ситуацию. Главное, они получат работу, мы получим. Владимир Сергеевич, вы для этого губернатор, чтобы там спокойствие было в массах, где они проживают. Вы же говорили про Антона Герновича, простите меня о том, что он должен... Можно секундочку добавить? Я представляю Министерство финансов, не правительство в целом. Я вам хочу именно поэтому и сказать, именно потому, что, так сказать, я уже имею некий опыт общественно-политической деятельности, и моя задача как раз и стоит в том, чтобы привлечь внимание общественности, органов представительной власти, коими является в том числе Совет Федерации, как Палата регионов, для того, чтобы остановить неправильные решения, которые инициируются Министерством финансов. А если инвесторов привлечь и рабочие места создать новые? Еще раз повторяю, я вам говорю не о загрязненной территории, я вам говорю о накопленном ущербе. Больше одного миллизиверта ни одного населенного пункта. В диапазоне доз от 0,3 миллизиверта до 1,10 миллизиверта 49 населенных пунктов. При этом в самом загрязненном населенном пункте среднегодовая доза максимальная 0,58 миллизиверта. почти в два раза меньше одного миллизиверта. Аналогичные данные есть по всем остальным субъектам Российской Федерации, входящих в перечень загрязненных территорий. Поэтому у меня нет полномочий поддерживать или не поддерживать Минфин. Я могу только призвать к тому, чтобы прислушаться к тому, что сказал Минфин. Прокомментируйте все-таки естественное обыль населения Тульской области за 25 лет на полмиллиона человек. И вот, например, такие данные. Вот если в 86 году у нас на 100 тысяч начинения рак щитовидной железы 3,9 человек, сейчас 7,9 рост в два раза. Врожденные аномалии развития на 1 тысячу детского населения 0,3 сейчас единица. То есть рост в 3,3 раза. Ну и так далее и тому подобное. То есть вы знаете, я вот послушав вас, я просто еще раз убедился в том, что руководители вашего территориального органа, я давно думал, что надо ее освобождать уже от занимаемой должности. И в этом убедился еще раз, что после сегодняшнего совещания с такой инициативой я обязательно обращусь. Я думаю, что мы освободим ее уже от занимаемой должности. Мы здесь собрались не счеты сводить, а разобраться в ситуации и понять, какое правильное причина. Это называется вредительством. Вот по-другому не назовешь. В сегодняшней обстановке это кроме как вредительства не назовешь. Владимир Сергеевич Груздев, губернатор Тульской области, которому я хочу сказать огромное спасибо за его активную жизненную позицию. Мы вместе с Владимиром Сергеевичем по жизни давно знакомы, шагаем и участвуем в избирательных процессах. Я уважаю его точку зрения, уважаю его место и роль в российской политике. И не случайно он сегодня у нас. Раз бьет человек тревогу, раз бьет тревогу губернатор, значит, что-то мы недопонимаем до конца. Не приедут люди столь занятые просто так за 300 верст, за 200 верст для того, чтобы покрасоваться перед камерами. Значит, есть проблема. Вот с этой проблемой мы сегодня сталкиваемся. Спасибо большое. У меня краткое выступление, коллеги. У меня есть более чем 10-летний опыт общественно-политической деятельности с Валерием Владимировичем Рязанским, с Владимиром Семеновичем Катренко, с Екатериной Филиппом Аллаховой. Мы 10 лет назад занимали активную позицию, когда обсуждался 122-й закон, всеми известный, монетизация льгот. И тогда же такая же была позиция Минфина, жесткая, что нам нужно, нужно уходить от иждивенчества, все нужно монетизировать, привести в порядок, и чтобы у всех было все понятно и так далее, и тому подобное. Предложения фракции «Единая Россия» тогда были небольшие, 60 миллиардов рублей, то есть мы предлагали сохранить льготы стоимостью 60 миллиардов рублей. Тогда министр финансов политически преодолел сопротивление фракции «Единая Россия», закон был принят, после этого были выступления, выступления жителей, и спустя 4 месяца были внесены изменения в закон, которые стоили 250 миллиардов рублей. Я, коллеги, призываю вас не совершать этих ошибок. И основной удар, по которому мы имеем, основной по сумме, это женщины по уходу за ребенком до 3 лет. Имейте в виду, это вам даже не шахтеры, поэтому предупреждаю тоже Минфин, я буду занимать принципиальную позицию, я пойду до конца. А, коллеги, я вас хотел попросить всех поблагодарить за активное участие, и, конечно, Валентин Иванович поблагодарить за то, что сегодня Совет Федерации действительно палата регионов, которые слышат регионы и отставят мнение регионов. Спасибо большое. Мы забываем об этих трагедиях, забываем о тех людях. Это же все то же самое, что если забыть участника Великой Отечественной войны. Почему мы участники Великой Отечественной войны вот так трепетно, где мы относимся до сих пор, да понятно, если забудем ту историю, не дай бог она повторится, мы получим такие же проблемы. Поэтому, уважаемые коллеги, я рассматриваю это дело как архиважную государственную задачу. Поэтому на сегодняшний день, видимо, мы что-то не доработали, что не создали вот этот хозяйственно-экологический структурный механизм, который бы снимал не только финансовые проблемы, не только такие вопросы, ну что называется, которые можно померить, пощупать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok